МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами снова программа «Язык духовной стержень народа», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Здравствуйте! Ассамблея народа Казахстана стала одним из механизмов консолидирующих общества. Это механизм реализации казахстанской модели межэтнических отношений. С самого начала деятельности АНК внесла значительный вклад в возрождение и развитие культуры этносов республики. Ассамблея стала центром организационной работы со всеми этносами, а еще неотъемлемой частью жизни общества, символом мира и единства. Кроме того, это живой организм. А в этом году был впервые отмечен День Благодарности. Новый праздник, который символизирует День Благодарности всех этносов друг к другу. И казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей как родных. Многие этносы пережили нелегкую трагичную судьбу, которая привела их в Казахстан. На этой земле они обрели вторую родину. С одним из этих героев мы как раз и поговорили в нашей студии. Я бы хотела начать сегодня со слов Рамзана Кадырова, президента Чеченской республики. Он как раз четко отобразил дружбу чеченского, ингушского и казахского народов. Я вот цитирую. «Дружба между чеченским и казахским народами, закрепленная годами невзгод и радости, давно приняла облик братства. Мы оценили это в 1944 году, в годы изгнания, когда казахский народ протянул нам руки к помощи. Весь наш народ выражает искреннюю благодарность братскому казахскому народу за эту поддержку». Вот эти слова он как раз сказал в память о тех событиях, которые произошли в далеком 1944 году и немного позже. Я имею в виду депортацию народов Кавказа в Казахстан, когда их высылали и просто высаживали из вагонов в степи. Конечно, история мрачная, к сожалению, но, может, это как раз и послужило началу дружбы чеченского и казахского народов. Как вы считаете? Вы знаете, Рамзан Кадыров, глава Республики Чеченской, действительно правильно очень говорит. Несмотря на свою молодость, он достиг очень больших успехов, и большую популярность, и большой авторитет сегодня этот молодой глава Республики имеет. Это заслуженно все. Действительно, наш народ с казахским народом встретились в далеком 1944 году, 72 года назад, когда наш народ был депортирован без предъявления каких-либо обвинений. В течение 24 часов в то время неведомый, неизвестный, незнакомый Казахстан и Среднюю Азию. И везли наших предков, наших отцов в телячьих вагонах, это 23 февраля, это лютый мороз, где не было ни теплой одежды, не могли взять, брали то, что успевали, хватали. Первую необходимость, там узелок, ни одеял, ни подушек, ни матрасов, просто загоняли в телячьи вагоны, делили пополам, мужская половина, женская половина. И вот 13 долгих суток везли вот в этих теплушках, в этих телячьих вагонах. По дороге, естественно, люди умирали, хоронить не давали. Если охранники видели, что умер, значит, заставляли выкидывать прямо на снег. Но кто успевал припарочить хотя бы снегом, по обычаю, ну, это редко было. И вот так вот нас, наших отцов, доставили в Казахстан. Мало того, мало той жестокости, которая была по отношению к нашему народу. Именно к нашему народу во все времена была особая жестокость. Вот мы знаем, чем это вызвано, но многие не понимают, когда мы говорим. Поэтому я не буду тоже об этом говорить. Но вот это вот, вот это вот особенная жестокость по отношению к нашему народу, вот невзирая на то, что уже 44-й год чеченцы-ингуши остояли город Грозный, к которому гитлеровцы очень рвались, потому что там была очень хорошая нефть, керосин, бензин, авиабензин, керосин для авиасамолетов. Все было очень им необходимо, нужно, и они рвались туда. И дошли до Ищерской станицы. Но до Грозного не дошли, потому что 100 тысяч человек, жители со всех аулов, вышли на сооружения, оборонительные сооружения города Грозного. И сегодня вопрос стоит о присвоении этому городу, города боевой славы. Давно он стоял, но почему-то не давали. Но сейчас опять вопрос стоит. И вот по истечению 13 долгих суток, когда наших отцов начали высаживать в Казахстане, на станциях, на разъездах, местные жители были предупреждены, вот настолько вот, понимаете, я почему говорю особая жестокость, были предупреждены, что вот к вам везут людоедов, и ни в коем разе не выходите, не подходите, не помогайте, не помогайте, ничем вообще не обращайте на них внимания. То есть мой народ был обречен на вымирание. Ну, вот недавно, буквально на той неделе, по-моему, была передача «Жди меня», где три сестры расстались на станции и в разных детских домах воспитывались. И вот по течение 70-65 лет они искали друг друга, и вот давали интервью, вот, и рассказывали про Казахов, как они их встречали. Вот эта бабушка, которой уже очень много лет, 72 года прошло, со дня депортации, и она уже была девочкой, лет 6-7-5, вот под 80 с лишним лет, и она вот рассказывает, как вот казахи их спасали, давали, у самих где-то не хватало, но делились по всеми куском хлеба с ними. И вот наши старики вот рассказывают тоже. Казахский народ, я всегда говорю, вот, быстро разобрался, кто действительно людоед, а кто жертва этого людоеда. И вот благодаря вот этой мудрости казахского народа мой народ выжил. Нашел свое место в Казахстане, нашел свой дом, родину, Казахстан, вторую родину нашел. И вот 72 года в войнах их живут на этой благословенной земле. Имеют равные права по конституции, имеют право развивать свой язык, свою культуру, свои традиции, свои обычаи. Имеют право учиться, где он хочет. Имеют право работать по своим способностям, где он может. И вот это все благодаря мудрости казахского народа и мудрости нашего президента, Руслан Абрича Назарбаева. И мы в войнах, и вот наши старики, вот сегодня, которые живут в Чечне, которые были, жили здесь 13 лет и в 56-57 годах уехали. Вот кто вот живой, они до сих пор, вот когда приезжаешь, начинаешь спрашивать, они первые спрашивают, правда, как мы живем, как живут казахи. То есть по сравнению те тяжелые годы, когда казахи сами были в тяжелом положении, казахов самих угнетали, уничтожали, истребляли элиту казахского народа. И тем не менее, они вот протянули руку помощи нашему народу и спрашивали, как они сейчас живут. И вот я всегда говорю, вот у меня был дядя, Нагаша, по материнской линии, и когда я приезжал туда, и вот утром шел к нему здороваться, он первую очередь мне спрашивал, как казахи, как Назарбаев? Вот его два вопроса было. И когда я ему рассказывал, как живет сегодня казахский народ, и как к этому привел свой народ Назарбаев, наш президент, он всегда говорил, да, Назарбаев истинный сын своего народа. Он сберег свой народ. Он сберег от истребления свой народ. Он вывел свой народ на такой уровень, на всемирное признание. И сегодня действительно наш Казахстан во всем мире узнаваем, признан. И наш президент имеет огромнейший авторитет во всем мире. И это сегодня недавно прошедший саммит по ядерному разоружению. Это тоже вот один из примеров. Почему все прислушались к нашему президенту? Потому что у него есть право об этом говорить. Он первый отказался от ядерного вооружения по Симпалатинскому. И вот поэтому сегодня вот наш народ чеченцы, ингуши, мы называемся войнахами. Сегодня мы полноправные граждане этой страны, этого государства. И мы своих детей воспитываем и говорим им об этом, как наши отцы сюда попали, как они жили, благодаря чему выжили, кому выжили. И мы, это наш долг. И вот Рамзан Ахмадович, вот он говорит, он еще вот, еще вот три года назад он говорил, вы стройте свои отношения там, где вы живете. Понимаете, вот какая вот у него, не зря же он нашу президента испросил разрешение называть его старшим муратом. И Рамзан Ахмадович Назарбаев разрешил ему называть себя старшим муратом. По-другому и не может быть. И поэтому вот мудрость нашего президента имеет свои плоды. И вот, когда он сказал такие слова, строите свои отношения с тем общим, где вы живете, а я буду строить на своем уровне свои отношения. Вот чему вот нам надо стремиться и что мы должны делать. Что мы и делаем. Ну я знаю, что многие представители этноса как раз изучают и казахскую культуру, казахский язык, традиции, обычаи. То есть, полноценно вливаясь в общество, они осваивают и сохраняя свой язык, свою культуру, и изучая государственный язык, вот традиции казахского народа. В этом плане очень активные представители этноса, я знаю. Вот как раз расскажите о них. Вот действительно, наверное, ни в одной западных странах, ни в одном государстве нет таких возможностей, которые сегодня есть в Казахстане. Если ты живешь в Америке, то ты американец. Ты изучаешь только один язык, изучаешь одну историю, одну культуру. У тебя нет другого права. У нас же, мы живем в Казахстане, 130 национальностей с лишним. Каждый имеет право изучать свой язык, свою культуру, свои традиции, и нести их, и доносить их обществу, показывать их, рекламировать им, пропагандировать эту свою культуру. И в то же время не в ущерб государственному языку и традициям казахского народа. Мы должны, мы обязаны, да, сегодня, конечно, у нас недостаток, вот, люди моего, мои ровески, моего, не все знают казахский язык. Но это, опять виновата та система, в которой мы воспитывались. Советская система, где, я помню, мне, даже в Уральске, едущи по маршруту Единиц, вот, по проспекту, вокзал, Курени, когда мы с земляками ехали в эти, разговаривали на своем языке, нам делали замечание. Вот говорите на русском языке. Мало того же, я удивился, когда я приехал в Чечню, вот, в 70-80 годах, в трамвае, мне даже там, в Чечне, в Грозном, сделали замечание, говорить на русском языке. Это была такая идеология. Понимаете? Сегодня же этого нету. Сегодня каждый националист может говорить на своем языке, изучать свой язык. Но у нас невозможность есть в школах открывать воскресные классы по изучению своего родного языка. Но мы обязаны знать и казахский язык. Наше подрастающее поколение, вот мы к этому их и призываем, чтобы участвовать в школе, в садике, в школе, чтобы они изучали казахский язык. Сегодня у меня дочка учится в четвертом классе, она получает по казахскому пятерке. И читает, и говорит без ошибок, без акцента. Вот это вот наш толк, наша обязанность, чтобы они уже заканчивали среднюю школу в совершенстве владели казахским языком. А знаешь язык, знаешь культуру народа, ты становишься богаче. Тебе от этого плохо не будет, вреда не будет, только пользы будет. И вот мы обязаны вот это передавать своему подрастающему поколению. Вот знание молодежи языка как раз, наверное, заслуга и вас, взрослых. Если в семье прививаете, то оно идет дальше уже в коллектив, в работу. Вот в этом отношении, конечно, хорошо развито то, что в рамках ассамблеи можно изучать, вот, кстати, мы дом дружбы снимали, там создается кабинет белорусского языка, любого этноса, государственного, английского языка, кабинета, и в целом созданы все условия. Получается, действительно, как под единым шанраком, под одной крышей живут много этносов. Это как ваш общий дом получается. Давайте вот посмотрим об этом сюжет как раз. В Западно-Казахстанской области проживает более 90 этносов и действует 49 этнокультурных объединений. В феврале был открыт дом дружбы или дом ассамблеи, как его называют. В нем под единой крышей расположились все этносы. Они работают бок о бок, постоянно взаимодействуют и советуются друг с другом. В настоящее время в доме дружбы функционируют 17 кабинетов этнокультурных объединений, два конференц-зала, малый зал и большой зал на 150 мест. И наша гордость это кабинет медиации, который начал функционировать буквально с февраля этого года. Также есть три класса по изучению английского языка, государственного языка и родного языка. Родного языка это значит, каждый этнос может изучать свой язык по специальному расписанию. Также функционируют кабинеты коммунального государственного учреждения Куамнах-Келеса, аппараты Акима Западного Астанской области. У нас также работают кабинеты звукорежиссера, оснащены студии звукозаписи, хореографических залов. Вот мы посмотрели с вами сюжет, расскажите о том, как вам живется в доме дружбы, в доме ассамблеи и какие там функции выполняются именно обществом в войнах? Вы знаете, вот мы не ошибусь, если скажу, что мы счастливы. Мы счастливы, что вот по указанию главы нашего государства в нашем областном центре построили дом ассамблеи. Мы не называем его дом дружбы, мы называем его дом ассамблеи. Но он и дом дружбы, да. Как-то дом дружбы уже как приелся, а это дом ассамблеи. Дом ассамблеи народа Казахстана, Западно-Казахстанской области. Вот в этом доме ассамблеи у каждого это культуровое объединение свой офис. Вот нам его сделали, вот сказали, вот, работайте, дерзайте, творите добро на благо нашего государства, на благо мира, согласия и стабильности в нашем государстве, в нашем обществе. Мы все оформили в своем национальном стиле. У каждого это культуровое объединение, у русских, у украинцев, у белорусов, у Азербайджан, у евреев, у армянов, у каждого, у уральских казаков, все оформили в своем национальном духе. И сегодня, когда приезжают нам гости, все удивляются. Такого дома дружбы есть в других областях, но мы считаем, что наш лучший. Потому что вот наш дом, наш президент вложил душу, свою душу. А какая душа наш президент, мы знаем все. Наш Аким, который ушел в Атравской области, Нурланд Скарыш, тоже частично в свою душу вложился там. Валентина Павловна Михно, которая строила, тоже с душой отнеслась к этому указанию, тоже частично своей души вложила. Понимаете, и дом получился Капахов Гайса Хамедулаевич, можно сказать, там каждый день был. То есть мы когда были во сне, мы ездили как штаб смотреть дом дружбы. Такой же дом, вот типичный, аналогичный. Но когда мы зашли в него, вот знаете, нам там как-то стало неуютно. Вот там просто, вот знаете, вот дом хороший, да, вот снаружи такой же, как и наш. Ну вот внутри как-то он, ну, не обжитый, что ли, ну, неустроенный, не, вот нет вот такого национального колорита, национального дизайна. Вот мы ходили по офисам, ну, везде там картинки, рисунки там, да, вот нету того, что должно быть. Души. Духа, национального духа, души национального духа. Вот зашел вот, допустим, вот, вот, вот национальный дух, его чувствуешь, когда заходишь, по оформлению офиса. И вот здесь, когда мы приехали, вот мы все это фотографировали, там вот, недостатки, все вот это, чтобы этого не было, этого не было, этого не было. И вот в целом у нас получился дом как игрушка. И сегодня мы, когда заходим в свой офис, вот у нас вот такое желание, да, вот творить. Поэтому правильно вы сказали, есть у нас классы, оборудованные классы государственного языка, есть оборудованные классы для всех, это кудобедение, которые по графику имеют возможность в этом классе изучать свой родной язык. Есть у нас маленький конференц-зал, есть у нас актовый зал на 150 мест, сцена, где мы можем поставить, пригласить гостей с концертной программы, где мы можем провести свои культурные дни, своих, это культурные объединения. То есть мы хозяева вот в этом доме дружбы. Понимаете? Вот какой подарок нам президент сделал. И разве можно после такого отношения к нам плохо работать? Мы не имеем права. Мы не имеем права опускать руки на том достигнутом, на том результате, который у нас за 20 лет мы сделали. Хороший результат. Незаметная работа была. Нашу работу никто не видел. Но мы всегда были как бы верными проводниками политики нашего президента. Почему? Потому что мы среди народа, мы из народа. Мы больше общаемся с народом. Мы больше знаем, что говорит народ, какие вопросы его интересуют, чем он недоволен. Потому что мы слышим. Они нас не стесняются. Они нас не знают, допустим, кто мы там в лицо. И мы слышим. И вот, когда начинаешь с ним разговаривать, на протяжении 20 лет, говорить, доказывать, люди меняли свое мнение о президенте, о руководителе города, о руководителе области. Это была наша задача. Вот через вот этот диалог мы строили здоровое общество. пытались нести лепту от себя, свою собственную лепту, свою пользу для сохранения в обществе вот такого стабильного согласия, стабильного отношения, хорошего мнения о руководителях. И нам это удавалось. И сегодня мы на этом не остановились, мы дальше, тем более после такого здания, такого дома, мы каждое этнокутрообъединение на своем месте делает то, что он должен делать, то, что он может сделать. И все это направлено на мир, стабильность, согласие, на понимание в нашем общем доме. Мы не за горами 1 мая, день единства народа Казахстана. Многие с ассамблеи уже берут пример, кстати, во всем мире. Естественно, вы в курсе этого, что нашу модель уже перенимают и в других странах мира, где живут много тоже народностей и этносов. Вот скажите, пожалуйста, в чем суть и в чем секрет ассамблеи, вот как спрашивают иностранцы часто у наших деятелей? В чем основная ее суть все-таки? Хороший вопрос. Вы знаете, вот все, что наш президент делает, он не делает одним вот махом или одним днем. Он каждую свою идею вынашивает год, два года. он все буквально до как бы ноль, 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 ноль сотых единиц вымеряет, что это повлечет и чем это обернется. И вот создание ассамблеи, вот я вот знаю, что он вынашивал несколько лет, год, два, три года вынашивал. все анализировал, все согласовывал, все советовался, понимаете, вот все рассчитывал и она создавалась в самое тяжелое время для нашего молодого государства. Молодого, как я говорю, молодого государства после развала союза, а так-то Казахстан не молодое государство, ему тысячелетие. Но вот именно после Советского Союза, после советской идеологии она, да, как бы возродилась, стала молодым государством. И самый тяжелый период был 90-е годы, 90-е годы, после развала Союза, когда там, то там, в постсоветском пространстве, на республиках возникали на межнациональной почве кровопролитие, гонения по национальному признаку, понимаете, и это же пытались и здесь, у нас, в Западной Казахстанской области, тоже вот это зачать, начать, понимаете, и вот, видя все это, вот, наш президент, именно в 95-м году, 1 марта, назначил первую сессию Ассамблеи Народа Казахстана. И, когда наш Хабилов Кабиан Джакобов собрал руководителей вот этих культурных объединений, когда мы были культурные центры, вот объявил нам, что вот состав делегации, сколько там было, 11 или 13 человек, что мы должны вот поехать в Алматы вот на сессию Ассамблеи. Мы не знали, что такое Ассамблея, что она будет делать, для чего он создает. Ну, когда мы прилетели в Астану, в Алматы, после регистрации мы зашли в бывшее верховное здание Верховного Совета, уже Верховный Совет был распущен, и президент наш несколько лет был один, рулил, руководил государственно, издавал указы, указы, постановления. И вот, когда мы заняли свои места, и нам показали, на стене был вот такой вот экран, и показали кадры, вот, как раз чеченская компания, она была в 95-м году, Первая Чеченская война, и стояла мать около печки, и на полу лежали пятеро ее сыновей, завернутые в саван, а наверху была надпись, когда в дом приходит война, все остальное теряет смысл. О, у меня, наверное, и у остальных членов, участников этой сессии, наверное, пришло сознание, вот, что хочет наш президент от нас, создавая ассамблею, он хочет уберечь свой народ, и мы должны ему в этом помочь. Понимаете? И тогда я понял, что наш президент хочет создавать ассамблею, он хотел уберечь свой народ, не дать женщинам своего государства стоять у изголовья своих детей, убитых снарядом ракетой и не оплакивать их. И он это сделал. Вот. Он это сделал, он сохранил свой народ. И как мой дядя говорил, он уберег свой народ вот от этих всех негативных явлений. И сегодня, действительно, вот мы три года назад были вот в Саратовской области, на наурыз нас губернатор приглашал, и мы вот во главе с Нурланом Харьковичем были Маркси, Маркси, где был наурызин. И там были все, национальности не было войнахов почему-то. Вот стояли юрты, там, столы, кухни. И когда был обед, торжественный обед, дали слово, я это высказал губернатору. У меня такое чело, прямолинение. Я знаю, я говорю, в Саратовской области хорошая диаспора, автономия, почему они не присутствуют на празднике. Хотелось бы, чтобы на следующий раз они были. Но губернатор так посмотрел, говорю, это упущение чьё-то. И вот когда мы были вот буквально недавно въездили мы вот Александр Гай, нас приглашали замом Акима области, Аким, как раз, Алтай Сидирович, не мог выехать. И мы приехали, Александр Гай, и вы знаете, вот это был наурыз, который мы проводим в Уральске. То есть вы правильно сказали. Сегодня вот многие перенимают опыт нашей ассамблеи. И вот на этой наурызе присутствовали все, и казахи, и русские, и чеченцы, и немцы, все. Это был огромный такой всероссийский наурыз. Хорошее надо брать. Сегодня модель нашего президента, аналогу, которому нет в мире, доказало, что мудрое решение нашего главы, нашего президента дало свои плоды. Мы всегда говорим, казахский народ, это очень мудрый народ. Мудрый народ, умный народ. Просто не давали, как и чеченцам, развернуть свои плечи и дерзать во благо своей земли, своей родины. Сегодня вот благодаря и суверенитету, и благодаря нашему президенту, благодаря его мудрой политике, которая приемлема для всех национальностей, проживающих на территории Казахстана, его политика приемлема, понятна, ясна, как вот свет лампочки. Мы видим, что он хочет. Он делает все, чтобы его народ жил лучше, хорошо, в достатке, чтобы его народ был здоров, обеспечен. И вот эти вот пять институционных реформ, которые разбиты на сто шагов, именно вот это, если на местах каждом регионе, каждом районе, каждом ауле, если это будет чиновник, руководители будут исполнять, то мы оставим своему потомкам честное, чистое, здоровое общество и государство. Вот это хочет президент и наш толп, наша обязанность в этом ему помогать. Мы обсудили с вами прошлое, историю нашу, настоящей ассамблеи. А какой вы видите ассамблею через пять лет? Что нас ждет дальше? Вот расскажите об этом. Какие ваши мечты, планы и какое ваше видение? Вы знаете, через пять лет в послании президента все написано. Если мы будем согласны вот посланию президента работать, делать, что он говорит, то у нас будут замечательные результаты. И наш народ будет жить вне кризиса. Мы переживем и этот кризис, хотя его я считаю, что нету, кризис у каждого человека в голове. Вот это надо с головы от кризиса выкинуть и использовать свои возможности. Не надо ни на кого обижаться и не надо ждать каши небесные, которые преподнесет президент каждому. Сегодня некоторые люди говорят, а что он для меня сделал, моей семье сделал, а что он должен для тебя сделать? За тебя работать? За тебя кормить твою семью? Тебе дали возможность, зарабатывай миллионы, зарабатывай миллиарды, пожалуйста. Но если ты не способен, кто виноват в этом? Поэтому каждый человек, каждый гражданин должен учиться работать, зарабатывать деньги и не ждать никого, а использовать свои возможности, а возможности у нас есть. Раньше в предсоюзе не было возможности, не давали, кто-то торговал называли спекулянтами, не давали свое дело развивать, не давали свое дело открывать. Сегодня, пожалуйста, что хочешь, работай, что хочешь, делай, зарабатывай деньги. Поэтому я желаю нашим гражданам, нашему народу, а народ наш мудрый, умный, понимающий, чтобы использовали свои возможности. я не хвалюсь и не говорю громкие слова, я просто знаю по себе, что если я могу делать, то я делаю, если я могу зарабатывать, я зарабатываю, но если я не могу, если я не способен, я ни на кого не должен обижаться. Это мой недостаток. Я где-то упустил время, вовремя чего-то не научился. Ну, как Ленин говорил, учиться никогда не поздно. Поэтому я желаю всем работать, учиться и ценить самое главное в нашем обществе, самое главное не только в нашем, в нашем государстве, это мир, это стабильность, где мы безопасно отпускаем своих детей в школу, безопасно отпускаем своих детей ближней, дальней, зарубежья учиться. Мы безопасно отпускаем своих детей вечером куда-то на культурный массовый отдых, досуг безопасный. А почему? Да потому, что в нашем государстве мир, стабильность, согласие, взаимопонимание. В нашем государстве работает конституция, в нашем государстве работает закон. Нету ни террористов, ни экстремистов. Мы чистые, честные, открытые граждане. Наш бывший Аким Крымбек Ильевич как-то на Науры были с Москвы гости, и я у меня было такое предложение, подарки. Я купил юрты. И когда глава Москвы какой-то побратим нашего Ура, сейчас не помню, какого-то муниципального района глава был, и я подарил ему юрту, нашу, юрту назнали. И вот он говорит, а почему она круглая? Ну, народ не успел ответить, Крымбек Ильевич говорит, а это потому она круглая, что мы казахи, не имеем углов, мы открытые. Поэтому ты зашел в нашу юрту, ты видишь все. Мы за углом не прячемся, мы открытые. Поэтому наше государство, мы, народ Казахстана, мы всегда открыты для хорошего, для честного, для доброго. И мы никогда не потерпим негатив или проявление неуважения к нам, к народу, проживая в Казахстане и казахам в первую очередь. И к тем народам, которые до нас сюда были депортированы. Это корейцы, это немцы, это татары и так далее. Вот все мы были, есть и остаемся истинными патриотами вот этого государства. И всем желаю быть таковыми. А я желаю и вам благополучия нашей Ассамблеи народа Казахстана, чтобы все процветали, жили и дальше в мире дружбе и согласии. И через пять лет, и через десять, и через много-много лет, чтобы так же было стабильность и согласие. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе. А я напомню о том, что у нас был в гостях Данильбек Олеевич Саратов, председатель этнокультурного объединения в войнах, а также заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана по Западно-Казахстанской области. А наша программа была подготовлена при поддержке Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова